Погромы в Нью-Йорке и Туссоне. Активисты требуют ограничить полномочия полиции. Будьте осторожны, в США нашли смертельно опасный яд в пищевых добавках. В Джорджии иммигранта из Венесуэлы обвиняют в жестоком убийстве студентки. Армия США сокращает кадровый состав. Если не Байден, то неужели Мишель Обама? Ну а Ники Хейли опять может проиграть Трампу на праймере с Мичиганем. Из-за частых ДТП пешеходам в Вирджинии советуют одеваться в яркую одежду. Если поздно вечером пешеход идет по обочине трассы, он сильно рискует. Сеть магазинов Family Dollar хранила продукты вместе с крысами. Мэйсис, прощай, легендарный универмаг закрывает 150 своих магазинов. Новые правила в аэропортах США, дождитесь подробностей, рейтинг самых счастливых городов Калифорнии и медведю из Огайо на день рождения подарили варенье. В общем, досмотрите это видео до конца. Всем привет! Я Денис Чередов. Устраивайтесь поудобнее, новостей много, как обычно в это время на YouTube-канале. Бюро я рассказываю о том, что на самом деле происходит в Америке. Самые важные темы и события Соединенных Штатов обсуждаем вместе с вами, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на бюро. Кстати, если вы задумываетесь о переезде, то присмотритесь к прекрасному штату Южная Каролина. Лицензированный риэлтор Татьяна Курдогло поможет вам выбрать в этом штате недвижимость, а еще расскажет, в каком районе Южной Каролине лучше всего сейчас купить дом. Каждый год Татьяна помогает найти новый дом десяткам семей. А еще Татьяна специализируется на купле-продаже земельных участков, мобильных домов, таунхаусов и коммерческой недвижимости. Позвонить риэлтору вы можете в любое время. Также все контакты Татьяны мы оставим в описании к этому видео. Начинаем с громкой истории из Джорджии. Там эмигранта из Венесуэлы обвиняют в жестоком убийстве. По версии следствия, 26-летний мужчина напал на студентку местного университета. Все произошло утром, когда девушка выбежала на пробежку. Мужчину нашли быстро. Ему предъявлены обвинения по восьми пунктам. Самое интересное, что ранее его уже несколько раз задерживали за право нарушения. И вообще-то должны были депортировать. Но молодой человек тогда сумел как-то скрыться. Теперь ему грозит суд, ну и скорее всего реальный срок в тюрьме. В США нашли смертельно опасный яд в пищевых добавках. Сейчас FDA отзывает таблетки Тежарут и семена Брезилсит. Их можно было купить онлайн. В семенах обнаружили следы желтого Алеандра. Это ядовитое растение родом из Мексики и Центральной Америки. Употребление его в пище может привести к тошноте, головокружению, болям в животе, диареи, сердечным проблемам и даже смерти. Один из пациентов, который принимал эти препараты, уже пожаловался на кровотечение. Тем, кто приобрел отозванные таблетки, рекомендуется отказаться от них и потребовать от продавца вернуть деньги. Другим новостям пропалестинские активисты сегодня штурмом взяли одно из офисных зданий в Нью-Йорке. Демонстранты собрались у офиса юридической организации в Нижнем Манхэттене. Сначала они выкрикивали лозунги, ну а затем ворвались в здание и потребовали прекратить насилие в секторе газа. Ну, в дело вмешалась полиция, несколько человек были арестованы. Ну, вот сколько конкретно людей задержали, полиция не сообщает. Ну, а в Аризоне полиция задержала троих активистов. Они устроили погром в центре города Туссон. На улице там вышли сотни демонстрантов в знак солидарности с движением СтопКопСити. Это движение в Атланте. Его активисты ведут борьбу за ограничения полномочий полиции. В Аризоне демонстрация закончилась погромом. Участники били витрины и окна в банках. В итоге задержаны только трое человек. Полиция Нью-Йорка вновь провела рейд в приюте для иммигрантов на острове Рэндалм. Там задержаны двое постояльцев. Их подозревают в нападении на жителя в Гарлеме. Иммигрантов отправили под стражу. Однако, как сегодня сообщили нам русскоязычные подписчики, в этом палаточном лагере постоянно совершаются преступления. Тем временем в мэрии Нью-Йорка новый коррупционный скандал. Администрацию Эрика Адамса подозревают как минимум в растрате. Дело в том, что городской контролер выяснил удивительные факты. Оказывается, охранники в приютах для иммигрантов в Нью-Йорке получали 90 долларов в час. Во всяком случае, именно такая цифра указана в бухгалтерских документах и сметах. В городе некоторое время действовал режим чрезвычайной ситуации. Это позволяло мэрии заключать контракты с подрядчиками без тендеров. То есть соглашаться на любую озвученную сумму сделки. Контролер также выяснил, что сотрудники той же самой компании за те же самые услуги по охране получали в других местах гораздо меньше. 50 долларов в час. Я отмечу, что 90 долларов в час это очень хорошая ставка. При полном рабочем дне получается 14 с половиной тысяч долларов в месяц. Неплохая зарплата для простого охранника в шелтере. Ну а вы напишите в комментариях, как вы думаете, сами-то охранники эти деньги получили на руки или нет. Новый случай нападения собак. В Майами пострадала 7-летняя девочка. Она получила травмы головы, ног и рук. Ее пришлось доставлять в больницу на вертолете. Пока местные СМИ не уточняют, кто напал на девочку. Ее домашняя собака или просто животное на улице. Ну а прямо сейчас душераздирающее видео. Житель Майами, не подозревая, что его, снимает камера дверного звонка, признается в убийстве собственного сына. Полицейские обнаружили тело молодого человека с множественными огнестрельными ранениями. До сих пор неизвестно, из-за чего они повздорили. Жителю Майами теперь грозит до 30 лет тюрьмы. Другим темам известная сеть магазинов хранила продукцию на складе с крысами и теперь заплатит огромный штраф. Компания Family Dollar признала себя виновной. В помещениях полных грызунов находились продукты, лекарства, косметика и медицинское оборудование. Товары хранили в антисанитарных условиях. Теперь компании придется заплатить 42 миллиона долларов. В истории США это самый крупный штраф по делу о безопасности пищевых продуктов. Наши выпуски в основном смотрят зрители в США. Поэтому обратите внимание, американские власти считают, что Россия уже начала распространять дезинформацию в Америке накануне выборов президента США. Об этом сообщает Голос Америки. Для распространения фейков и дезинформации российская машина пропаганды использует технологии, которые ранее Москва успешно применяла накануне выборов в Европе. Для того, чтобы повлиять на общественное мнение, Россия использует не только ботов, которые пишут тысячи комментариев по методичке, притворяясь жителями США. Кстати, таких ботов немало и в комментариях под моими выпусками. Я стараюсь с этими ботами бороться. Но вот еще один способ. Российские пропагандисты научились создавать поддельные сайты настоящих СМИ. То есть человек заходит по ссылке на сайт и читает новость. Он думает, что это опубликовал, например, Fox News. Но на самом деле это может быть лишь клон сайта. И на нем распространяют фейковую информацию. Еще раз подчеркну, неважно каких политических взглядов вы придерживаетесь. За Трампа вы или за Байдена. Все равно будьте внимательны, когда читаете что-то в интернете. Обязательно проверяйте источники информации. Проверяйте адрес сайта. Смотрите другие СМИ и сравнивайте информацию. Ну а сегодня в Мичигане проходит праймерис республиканской партии. Первые результаты сейчас вы видите на своих экранах. Но еще до завершения голосования социологи предсказывали очередное поражение Ники Хейли. Впрочем, она продолжает свою кампанию и по-прежнему агрессивно критикует Трампа. Накануне она заявила, что избрание Трампа будет означать гибель для всего американского государства. Несмотря на первые победы на праймерис, у Дональда Трампа пока 110 голосов делегатов. У Хейли только 20. Критически важным станет супер вторник ровно через неделю. В этот день пройдут праймерис во многих штатах. На кону 874 голоса делегатов. Это критически важный рубеж для всех кандидатов. Ну а съемочная группа Бюро 5 марта отправится в Техас, чтобы показать вам, что же на самом деле будет происходить на первичных выборах в этом штате. Новодемократы совсем не против видеть кандидатом в президенты Мишель Обаму. Конечно же, вместо Джо Байдена. Согласно новому опросу, 48% избирателей демократов согласны, что партии нужно найти нового кандидата на пост президента. В новом опросе Мишель Обама опять лидирует в списке потенциальных сменщиков. За экс-первую леди проголосовали 20% респондентов. Жена бывшего президента обошла в списке Камалу Харрис, Хиллари Клинтон, Гевина Ньюсома и губернатора Мичигана. При этом 38% демократов все-таки не хотят заменять Байдена в качестве кандидата от Демпартии. Но и только 33% опрошенных верят, что вместо действующего президента в ближайшее время будет баллотироваться другой политик. А что думаете вы? Пишите свое мнение в комментариях. Ну а сын президента Байдена Хантер пытается любыми способами поддержать отца. Сегодня он рассказал, что ему предстоит, цитата, последние испытания для наркомана, который выздоравливает, конец цитаты. Ведь на кон поставлено будущее демократии. Сын президента признался, что если он и дальше будет придерживаться здорового образа жизни, это так или иначе сыграет на руку Джо Байдену, так как любой промах сына станет серьезным ударом по предвыборной кампании президента. Напомню, что Хантер Байден 5 лет не мог отказаться от наркотиков, но или не хотел. Летом прошлого года в федеральном суде Байден-младший заявил, что не употреблял алкоголь и наркотики с июня 2019. Однако он признает, что всегда ощущает искушение, но держится как может. Другим темам армия США сокращает численность на 24 тысячи. Это примерно 5% от кадрового состава. Причина – нехватка людей. Молодые американцы неохотно идут служить. Из-за этого даже элитные подразделения стали снижать требования к новобранцам. Но вот нынешнее сокращение на самом деле будет лишь формальностью. Будут аннулированы позиции, которые до сих пор не удается заполнить. При этом в армии подчеркивают, что в других подразделениях добавляют 7 тысяч новых рабочих мест. В целом Пентагон планирует довести численность армии до 470 тысяч человек. 19 пешеходов погибли на дорогах Вирджинии в этом году. Причем половина из них только за последние две недели. По данным транспортного управления штата, водители часто скрываются с места происшествия. Тему продолжит мой коллега Гарик Негницкий. В транспортном управлении Вирджинии говорят, что помимо проблемы недисциплинированного вождения существует еще одна. Не везде в штате есть тротуары, как, например, здесь, в Александрии. Если поздно вечером пешеход идет по обочине трассы, он сильно рискует. Именно при таких обстоятельствах погибла Карла Михайя. В половине 12 ночи возвращалась из клуба. Водитель сбил ее на обочине и скрылся. Денег на похороны у семьи нет. Собирают пожертвования в интернете. У Карлы остались две дочери. Одной 6 лет, другой 9. В Вирджинии за неполные два месяца этого года водители сбили насмерть 19 человек. И большинство погибли из-за того, что сами оказывались на проезжей части, говорят в транспортном управлении штата. Чувствую ли я себя в безопасности, переходя дорогу? Да, никаких проблем. Водители вежливые? Дисциплинированные? Ну да, в целом да. Мы переехали сюда относительно недавно. Мы не привыкли к большим городам, поэтому стараемся переходить дорогу очень осторожно. Постоянно оглядываемся по сторонам. Всегда есть вероятность, что какой-то водитель отличется и не заметит себя. Ну вообще-то есть города, в которых все намного хуже. В Бостоне, например. В транспортном управлении Вирджинии напоминают, что если нет тротуара, то идти по обочине лучше навстречу потоку машин. На телефон при этом лучше не отвлекаться, почаще оглядываться по сторонам. Не говоря уже об элементарных мерах предосторожности. Обращать внимание на сигналы светофора и, если есть тротуар, не выходить на проезжую часть. Кроме того, в ДМВ Вирджинии пешеходам советуют одеваться во что-то яркое, желательно светоотражающее, особенно поздно вечером. Гарри Книгницкий, Бюро, Вирджиния. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях о вашем городе или штате вежливые водители или нет. Будет интересно почитать ваши комментарии, а мы продолжаем. Начальник полиции в штате Нью-Джерси уходит в отставку после пьяной драки с подчиненным. Скандал вокруг полицейского разразился после того, как местное издание опубликовало видео с нательной камеры наблюдения. На нем видно, как офицер явился пьяным на место происшествия. Ну вот, после начал драться со сержантом, своим подчиненным. В результате прокуратура начала расследование его действия. Администрация округа отстранила начальника полиции от должности. Ну и теперь его досрочно отправили на пенсию. В США показали работу нового авианосца. Джон Кеннеди прошел испытание в Вирджинии. На нем установлена современная электромагнитная катапульта. С ее помощью будут проводить запуски самолетов в море. Но во время испытаний в качестве летательных аппаратов выступили автомобили. Авианосец спустили на воду еще в 2019 году. Это аналог авианосца Джеральд Форд. Корабль планируют сдать в 2025. К другим темам в школах США. Детям запрещают пользоваться мобильными телефонами. Преподаватели по всей стране говорят, что ученики прямо на уроках. Отправляют сообщения, слушают музыку, смотрят кино и делают покупки в интернете. Сейчас уже 77% школ в Америке ввели ограничения на использование мобильных телефонов в школах. Ну а на самом деле школьники обходят запреты. Да и многие школы закрывают глаза на такие нарушения. В прошлом году Флорида стала первым штатом, который запретил использование телефонов в учебных заведениях. Позже к ней присоединились Оклахома, Вермонт и Канзас. Самым эффективным способом, считают учителя, было бы забирать телефоны у детей на все время занятий. Но многие родители учеников против таких нововведений. Они боятся, что дети окажутся без связи в случае какого-либо чрезвычайного происшествия. Кстати, а вы как считаете? Пишите комментарии, стоит ли у детей забирать телефоны в школах. В Манхэттене прошла акция в память о подростке из Оклахомы. Я уже рассказывал об этой истории. Жертвой буллинга в школе стал небинарный подросток Некс Бенедикт. После очередной драки он умер. Сейчас многие ЛГБТ-активисты по всей стране привлекают внимание к этому случаю и говорят о всплеске гомофобии в стране. Акции памяти прошли во многих городах Америки. Легендарный универмаг Мэйсис закроет 150 своих магазинов. Таким образом, они надеются выручить 150 миллионов долларов. Сеть универмагов теперь планирует сосредоточиться на развитии своих люксовых брендов. Например, Блумингдейл. В планах открыть новые 15 магазинов этого бренда. Пока не ясно, сколько сотрудников пострадают от такого масштабного закрытия. Мы продолжаем. В редакцию YouTube канала Бюро очень часто обращаются русскоязычные жители практически со всех штатов. Но вот вопросы здоровья больше всего интересуют тех, кто живет в Нью-Йорке. Ну вот, по крайней мере, по нашей статистике, которую мы ведем по количеству ваших посланий. Ну и как раз сегодня мы бы хотели ответить на один очень важный вопрос, который касается здоровья. Но для начала к нам прямо сейчас присоединяется врач-физиотерапевт высшей категории Виктория Бреннер из Нью-Йорка. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, Денис. Спасибо большое. Очень рада участвовать в вашей передаче. И мы рады, потому что сейчас мы вот прямо сейчас сможем помочь одному человеку, который отправил нам видеопослание. Давайте прямо сейчас посмотрим видео от Татьяны Невик. Вот уже 35 лет она работает портной в Нью-Йорке. Но в последнее время у Татьяны появились проблемы со здоровьем. Давайте послушаем. Давайте. Всем привет. Спасибо за возможность задать вопрос. Меня зовут Татьяна. У меня такая проблема. Я работаю много лет портной. И несколько лет назад у меня возникла проблема с позвоночником и с суставами рук, потому что я работаю иголкой. И я была в Манхэттене в офисе. Мне рекомендовали операцию, чего я очень делать не хочу. И поэтому меня очень сильно это беспокоит. И я хочу вас спросить, можете ли вы мне помочь. Заранее спасибо вам большое. И жду ответа от вас. Спасибо. Ну вот, это была Татьяна. Виктория, слышали вы вопрос же, да? Да, конечно. И мы с удовольствием можем помочь Татьяне в нашем офисе. Не нужно спешить ни на какие операции. Первое, что мы делаем, мы устанавливаем правильный диагноз. В нашем офисе мы проводим специализированный тест. EMG nerve conduction. Что этот тест обычно показывает? Есть ли ущемление в руке? То есть боли в руках могут быть связаны как с артритами, всевозможными, ревматоидным, остеоартритом. Также с ущемлением срединного нерва или так называемый Harpal Tunnel Syndrome. Этот тест проводится в течение 15 минут. Вы сразу же видите результаты. То есть я полностью показываю, какие результаты теста, какой степени ущемления. И дальше мы назначаем лечение. То есть не нужно, еще раз повторюсь, спешить на операции. После консервативного лечения в нашем офисе все результаты теста улучшаются. Люди приходят 2-3 раза в неделю в течение нескольких месяцев. И мы проводим всевозможные процедуры, включающие холодный лазер, ультразвук, мануальную терапию, прогревание, вытяжение. То есть абсолютно весь комплекс физиотерапевтических процедур, который позволяет уменьшить все эти симптомы. Боли в руках, онемение, слабость, покалывание, ночные боли. Ну и кроме того, человек избегает операций. И все, что мы делаем, еще раз скажу, это консервативное лечение. Это мануальная терапия, массажи, всевозможные физиотерапевтические. Да, Виктория, вот как раз мы сейчас показываем кадры лечебного массажа. Скажите, если вот легкие боли возникают в спине, лучше перетерпеть? Времени нет просто, да, там прийти, записаться, потратить на это время. Или что делать, например, если хочешь пойти вместе с мамой, не знаю, с братом к вам прийти? Можно это сделать? И как долго нужно проходить вот этот курс? Дело в том, что любая боль, малейшая боль в позвоночнике, либо это шейный отдел, грудной или поясничный отдел позвоночника, это уже красный флаг. Это уже сигнал о том, что возможно или есть мышечный спазм, или ущемление нерва, либо же это смещение диска. То есть малейшая боль — это уже серьёзный сигнал. И приходя к нам в офис, вы получаете всевозможные процедуры, которые улучшают ваше общее состояние. Вы получаете так называемое скелетное вытяжение на специальной кровати. У нас несколько таких кроватей. То есть приходя в наш офис, допустим, вдвоём, с сестрой, с братом, с мужем, так далее, вы времени не теряете. Мы одновременно сразу же делаем вытяжение на этих кроватях. Мы сразу же делаем физиотерапевтические процедуры. И таким образом все эти боли уменьшаются. Да, спасибо огромное. Надеюсь, что для многих сейчас мы сделали такое предупреждение. Поэтому в любом случае можно вам позвонить, я так понимаю, записаться на консультацию. И страховки, вы, кажется, все там принимаете. Да, мы принимаем и Fidelis, и Lava 99, Health Plus, множество Health First, множество-множество других страховок. В этот же день я могу посмотреть пациента, определить причину боли и тут же начать лечение на полное её устранение. Не терпите боль. Мы вам поможем. Приходите, мы вас ждём. Спасибо, Виктория, огромное. Вот все контакты Виктории сейчас вы видите на экране медицинского центра, который находится в Нью-Йорке, в Бруклине, в очень удобном, кстати, месте. Поэтому звоните, записывайтесь. Вот даже немножко опять спина у меня побаливает. Ну, ничего, мы вынуждены идти дальше. Спасибо вам огромное. Врач-физиотерапевт Виктория Бреннер была вместе с нами сегодня на YouTube-канале Бюро. Берегите себя тоже. Спасибо большое. Будьте здоровы. Не забудьте поставить лайк этому видео и написать комментарий. Мы продолжаем. В Окленде угонщик автомобиля не смог вскрыть грузовик от компании Tesla. Все действия подозреваемого попали в объектив камеры наблюдения. В итоге несколько попыток так ни к чему и не привели. В этих машинах используется специальное буросиликатное стекло, имеющее повышенную стойкость к механическим повреждениям. Так что на таком автомобиле можно смело приезжать даже в самые криминальные города Америки, в том числе и калифорнийский Окленд. Самый счастливый город Америки – Фримонт в Калифорнии. К такому выводу пришли эксперты одного из американских изданий. Они изучили несколько показателей, в том числе процент разводов. И вот списки самых счастливых также оказались Гонолулу, Парго, Портленд, Вмэнни и Сиэтл. Ну я знаю, что многие считают Америку консервативной страной в плане технологий, но прогресс все равно идет. Скоро в аэропортах не придется показывать удостоверение личности при досмотре у сотрудников службы безопасности. Правда, пока эксперимент начала только авиакомпания United, и действует программа только в аэропортах Чикаго и Лос-Анджелеса. Если вы состоите в программе TSA PreCheck и летите, например, из Чикаго самолетом United, то сможете проходить проверку просто с помощью сканирования лица. Важная деталь – нужно будет зарегистрироваться онлайн и загрузить в приложение копию паспорта. Поэтому заранее подготовьтесь. Вообще, TSA PreCheck и Global Entry – удобные программы для тех, кто часто летает в США или за рубеж. Вы регистрируетесь в программе, вас проверяет ФБР и вносит вас в списки проверенных пассажиров. А вот авиакомпания Play запускает распродажу дешевых билетов в Европу. Можно будет купить билеты в один конец всего за 99 долларов, например, в Париж или Лондон, а за 129 долларов – в Копенгаген, Дублин, Амстердам и Берлин. Акция на покупку билетов доступна до 1 марта. Ну а ссылку на эту акцию мы оставим в описании к этому видео. Если вы еще не знаете, то напомню, что здесь, на YouTube-канале Бюро, мы не только рассказываем о том, что на самом деле происходит в Америке, но и стараемся помогать людям. И вот в редакцию YouTube-канала Бюро обратился дальнобойщик Александр Словацкий. Он живет в Техасе, а его два брата находятся во Франции. В ноябре прошлого года трое сыновей остались без матери. Она умерла в российском городе Казань. И вот сейчас братья не знают, что делать с квартирой родителей. Стоит она, конечно же, не так много, но все же сыновья хотели бы продать недвижимость и поделить деньги между собой. Ответственным по этому вопросу в семье назначили именно Александра из Техаса. Ну вот он обратился к нам. Александр, вот сейчас постараемся вам помочь. Надеюсь, что вы смотрите этот выпуск. А для этого к нам присоединяется лицензированный юридический консультант Карина Дюваль. Карина, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Вот такой вот вопрос. Что делать Александру? Он все-таки ответственный в семье теперь за квартиру, которая находится в России. Сможет ли он оформить документы здесь, когда братья вообще живут во Франции? Ну, вы знаете, конечно, Денис, было бы здорово, если бы наши подписчики участвовали хотя бы иногда лично в наших передачах, и можно было бы задать им дополнительные вопросы. Например, у меня возник вопрос, вступили ли они в наследство после смерти. Потому что если они вступили в наследство тогда и уже являются все втроём собственниками, тогда это дело техники продать квартиру. Надо, чтобы каждый из них выдал доверенность. Правила одни и те же и в Америке, и во Франции надо нотариально выдать доверенность. Я могу подготовить для них, для всех. Заверить нотариально и, соответственно, поставить апостиль. В Техасе мы поставим техасский апостиль, во Франции они поставят французский апостиль. И назначить доверенное лицо в России можно одного на троих, потому что они все с одной стороны, со стороны продавца. И это доверенное лицо найдёт покупателя и продаст квартиру. Но это лёгкий сценарий, если они оформили наследство. Но если у них возник вопрос вообще, как это сделать, находясь в разных странах, то у меня есть такое смутное подозрение, что наследство они вряд ли оформляли. Потому что если бы они уже это один раз прошли, эти доверенности на наследство, у них бы, скорее всего, уже этих вопросов бы не было. Поэтому если наследство не оформлено, то его нужно оформить и, опять же, назначить представителя, который будет этим вопросом заниматься. В плане продажи квартиры, во-первых, первые три года квартиру продавать не стоит, категорически, потому что 30% налог, как нерезидент, они все заплатят. Налог этот уходит только через три года владения, поэтому мой совет – три года сдавать эту квартиру и получать какой-то маленький стабильный доход. А через три года они смогут продать с точки зрения налогового права, они смогут продать без потери эту квартиру. Но вопрос перевода денег, он остается открытым. Может быть, через три года он уже будет легко решаться, но на сегодняшний день банки из России деньги в Америку, не знаю, насчет Франции, не буду говорить, но в Америку точно не переводят. Поэтому надо все взвесить, потому что многие люди торопятся продать, а потом не знают, что делать с деньгами в России, потому что они там лежат на счету. Да, не получается. Они обесцениваются, люди сидят, плачут, смотрят на свои тающие сбережения, говорят, ну зачем я продавал квартиру? Была недвижимость, и теперь у меня сугроб снега, который у меня тает на глазах. Да, Карина, уточняю еще все-таки у меня вопрос, а вот на равные доли поделить вот эту сумму, или уже когда ты вступаешь в наследство, там можно это как-то отразить, в этих документах? У них у каждого либо есть уже доля, либо они имеют, если они уже вступили в наследство, то у каждого, скорее всего, есть своя доля, одна треть. Если они еще не вступили в наследство, то каждый будет иметь право на одну треть. И каждый будет, соответственно, продавать свою долю и получать деньги за свою долю. И возможен вариант, когда двое братьев отказались, или вообще двое родственников, двое наследников отказались от своей доли в наследстве и в пользу третьего наследника. Но в этом случае раздел денег остается на совести того, кто собственник этого всего имущества. Да, это все на самом деле интересно. Пока не сталкиваешься, конечно, вряд ли поймешь, как будет развиваться ситуация. Но вывод я сделал один сегодня. Чтобы меньше плакать и не остаться у разбитого корыта, в общем, смотрите наши передачи с участием наших экспертов, в том числе с лицензированным юридическим консультантом Кариной Диваль. Спасибо вам огромное за сегодняшние ответы. Рад был вас видеть. А увидимся уже в следующий раз. Я вас благодарю. До свидания. Ну вот какая хорошая новость. Американка из Рот-Айленда недавно отметила свое 110-летие. Семья Женевьев Маршалек устроила ей праздник, сюрприз в ее любимой пиццерии в городке Бристоль, где женщина родилась и прожила всю жизнь. Когда ее спросили, в чем же секрет ее долгой жизни, Маршалек сказала, не каждый может делать то, что делаю я. Ну и вообще она пообещала всем присутствующим встретиться с ними и на следующий свой день рождения. А прямо сейчас очередное видео от наших подписчиков. Вот кто там нам пишет, что мы только негатив показываем. Вот вам, пожалуйста. Семья Леви Домбровского из Бруклина устраивает необычный флешмоб. Леви приглашает всех желающих отпраздновать, как он говорит, американский день рождения. Главных героев, которые соглашаются это сделать в этой семье, ждет вот такой вот сладкий сюрприз. В соцсетях такие записи супер популярны, так что если вы хотите испытать непередаваемое ощущение в свой день рождения, обращайтесь к Леви. Его контакты мы оставим в описании к этому видео. Кстати, отправить нам видео можно в телеграм-канале Чередов Нью-Йорк, либо пишите нам на почту редакции ютуб-канала Бюро. Мы всегда рады показывать ваши кадры, а в зоопарке города Толедо в Огайо сразу три медведицы отпраздновали день рождения. В соцсетях же стала популярна вот эта запись. На ней Монтана лакомится вареньем. Это подарок от сотрудников зоопарка. Медведица Гризли появилась в зоопарке Огайо в 2015 году. Тогда Монтану вместе с сестрой привезли из Елустонского национального парка. Монтане сегодня исполнилось 9 лет. И она, как мы видим, в прекрасной форме. На сегодня все. Я Денис Чередов. Как всегда, благодарю всех, кто смотрит наши выпуски. Не забудьте поставить лайк этому видео. Напишите пару слов в комментариях, откуда вы нас смотрите. Если вам нравится наша работа, поддержите нас донатом. Прямо под этим видео есть кнопка суперспасибо. Вы можете перевести нам небольшую сумму. Спасибо за лайки. Спасибо, что смотрите. Увидимся завтра.